Здравствуйте, друзья! Живы в Сибири, в Хакасии. Сегодня 20 сентября, и я показываю вам свои томаты. То есть обзор короткий по сортам. Буду просто говорить названия, и понравились мне или не понравились. Помидоров ещё очень много. Конечно, их много поверху, и зелёные, и красные. Понизу уже ничего давно нет. Ну, и сами понимаете, что какое сегодня число. Вот так. А в основном моя задача донести до вас, какие в этом сезоне у меня сорта. Многие выписывают у меня, делают заказ. И поэтому будет им интересно узнать. Изюмный розовый. Давно томаты уже все сняты, семена взяты. Томат понравился, но не особо урожайный. Вишнёвая дзуси. Тоже семена уже взяла. Сначала не нравился, было мало. Потом насчитала на кусте 23 томата. Нормально. Вкусный. Томат сарт-ролос. Это остатки, конечно. Он в раз поспел просто, и все сняла, и сделала семена. Яша Югославский меня вообще удивил и поразил. Вот представляете, ещё весь в томатах. Хотя мы снимаем и снимаем и снимаем с него. Какой он молодец. Вкусный. Плодовитый. Вообще супер. Я уже тоже взяла семена. От гонфиоровских жёлтые. Такие огромные плоды. Просто огромные. Но их не особо много. Десять томатов было на кусте. Но все они крупные. Сняла уже на семена. А это кардинал. Тоже очень вкусный. Семян мало. Сердцевидный. Замечательный. Минусинский от Балуева. Ну, хорошие. Прямо там какие-то томатики крупные. И средние. Всякие. Сорт тоже. Уже сделаны семена. Сорт прекрасный. Но, друзья, он рос. Между прочим, внизу были мелкие плоды. А потом он уже дальше выдал плоды нормальные. Вот посмотрите, как я всё уже обрезала. Всё у меня низкое. Вот такой томат. Гигант Новикова. Но я почему-то считаю, что это не гигант Новикова. Дали мне, как гигант Новикова. Смотрю, гиганты Новикова все плоскоокруглые. И в описании такие. Этот такой, как сердцевидный. Томатов было много. Томаты вкусные. Семена взяла. Но почему-то я считаю, что это пересорт. А вот такой томат, как японский краб, вообще себя совершенно не показал. Рос хоть выбрасывай. Никаких даже цветочков не было. Ни завязи. Ну, завязал. Но немного. Разве это томаты? И ни одного ещё спелого. А вообще, он считается очень хорошим, плодовитым. Но вот у меня он так показал. Я его обязательно ещё раз попробую. Дам ему шанс. Дораблённое или разбитое сердце. Здесь вот осталось их всего на кустике. Два томата. Все давно сняла. Он прямо, чуть ли не один из первых, начал поспевать. Поэтому семена собраны. А семян-то мало. А семян-то мало. Но собрала. Аметистовая драгоценность. Кто со мной на канале, они все видели, как я его нахваливала, нахваливала и нахваливала. Он действительно до сих пор ещё вяжет томаты. И ничего не сбрасывал. И наверху даже прямо вот крупный. А вообще они томаты мелкие. Вот просто мелкие. Ну, я не знаю. Грамм, наверное, по 50. Самое большое. А пишут в описании, что они прям 300 грамм. Ну, я не знаю. У меня таких не было. У кого крупная аметистовая драгоценность, отзовитесь. У меня вот не крупная. Но урожайный. Очень урожайный. И неприхотливый. Самый первый поспевал. Не сбрасывал ни одного цветочка. Вот такой хороший этот сорт. Елисей. Про Елисей пишут, что он может расти в открытом грунте. Прекрасно. Но, друзья, очень урожайный. Вкусный. А вот это уже не Елисей. Тоже жёлтый. Это как бы лискин нос. Вот сюда залез лискин нос. Заодно вам и показываю. У меня, конечно, лискин нос был в другой теплице. И не то, что был. И до сих пор там растёт. А здесь тоже был кустик. Он так высоко стал вязать. Но я уже все плоды сняла. Там было настолько их много и крупные. В общем, лискин нос замечательный. Вообще считают, что он один из самых вкусных томатов. Лискин нос. А вот начала-то я с Елисея. Очень урожайный тоже. Семена, да, все семена есть. Буракерские любимцы. Конечно, их не очень уж много на кусте. Но они такие вкусные. Они такие крупные. Это вот остаточки. Наверное, два всего осталось. Я уже говорю, собрала семена. Семян совершенно невозможно взять. Они такие крупные. Грамм по 600. Больше даже. И представляете, начинаю их резать. А в некоторых вообще ни одного семечка не найду. А в других там 4-3. Ну, в общем, удалось собрать семена. Не так уж и много. И поэтому по 10 семян в пакетике точно не будет. Будет штук 6-7 семян. Вот такие, друзья, дела. Томат от Гоши. От Гоши. Замечательный, вкусный томат. Собрала тоже уже семена. Это мне присылала Катюша из Германии. Они были такие крупные, хорошие. Семена есть в каталоге. Прямо фотографии с этими томатами. Какие они там крупненькие, хорошие. Это остатки. Вот еще сюда он забрался. Представляете, вот висит. А там-то дальше еще мундлиский нос. Ну, вот такие томаты еще. Между прочим, их еще много. И много зеленых. Ой, не знаю. Скоро собирать. Через 3 дня буду собирать абсолютно все. Потому что у нас будут заморозки. И уже эту теплицу камином не отопишь. Да и не надо рисковать. Моя подружка уже давно сняла томаты и звонит. Я 2 ведра уже выбросила фитофторных. Представляете, а у меня ничего нет. Поэтому вам, друзья, говорю, что обрабатывать нужно их от фитофторы для профилактики. Я обрабатывала орданом раза 3 за вегетационный период. Пока они еще не плодоносили. И результат налицо. Не болеют. И представляете, еще и листья-то все зеленые. Правда, они у меня только наверху. Внизу никаких уже листьев нет. Но помидоры не болеют. Вот. Это называется Николас. Я даже не хочу на нем останавливаться. Это случайный мой товарищ здесь, в этой теплице. Ну, что это за томаты. Они и средние, по вкусу средние. И вообще мало на кусте было. Вот только сверху начали хорошо вязаться. Ну, были внизу, были. Ничего не скажу. Ну, мало. И мелкие. Мне не нравятся. У меня много других томатов достойных. А это вот лотерингская красавица. Посмотрите, какая красоточка. Это уже мелкие. Это уже вверху, можно сказать, мелкие томаты. Они намного крупнее. А вообще были 800, около 900 граммов такие томаты. Вот внизу, сейчас покажу, еще внизу кисть вот такая вот висит. Ой, ну, такие красавицы. Семена собираю. Еще не все собирала. Еще очень мало. Большой помидор разрезала, пять семечек нашла. Представляете, друзья? Лотерингская красавица. Клубника Месси Шлаубах. Вот. Вкусная. Вкусная. Ничего не скажешь. Вкусная. На кусте у меня было, вот она еще вся зеленая. На кусте были, конечно, собирала. Семена собираем. Знаете, у меня вот так, чтобы много было томатов-то, ну, посажено буквально один-два кустика. Поэтому я в основном их кушаю через семена. Беру семена, а помидорки потом кушаю. Вот это все остатки этой клубники Месси Шлаубах. Вот там наверху. Это остатки. Ну, ничего. Конечно, урожая у меня в этом сезоне на Месси Шлаубах было не очень много. Вот все кисти уже обобраны. Не очень много. Но она урожайная. Поэтому рекомендую ее всем. Вон там еще латынская красавица. Вот какой крупный томат. Так, подошли мы к томату гирлянда засолочная. Томатики прям все как на подбор. Одинаковые. Хорошие по вкусу. Главное, что для засолки великолепные. Гирлянда засолочная. Все томатики вот такие ровненькие. Прямо как откалиброванные. Хорошие. Хорошие, урожайные. Я, конечно, их уже снимала. И поэтому сильно не увидите. Сильно урожая-то не увидите. Вот упала одна, представляете, вот так на руке. А и не маленькие. Хорошие томатики. Главное, крепкие. И для консервации замечательные. Просто, просто хороши. А вот рядышком у нас это шоколадные свечи. Шоколадные-то свечи вообще какие урожайные. Посмотрите, сколько там еще наверху. И зеленых, и таких уже, которые начинают поспевать. Вон там прямо очень много. А сколько снимали. Ну, вообще, шоколадные свечи, это вообще супер урожайные. Супер урожайные. Очень хорошие. Вкусные. Прямо такие мясистые. И на консервацию хороши. И для салата. Шоколадные свечи. Бычье сердце минусинское. От коллекционеров я хочу сказать, что оно было у меня совершенно не урожайное. Конечно, внизу собирала томаты красные, хорошие крупные. Но томатов было мало. А рядом я посадила. Вот перехожу прямо сразу камерой на бычье сердце. Мне давали. И тоже говорили, что это минусинское. Минусинское. Ну, не от коллекционеров выписал. Просто женщина дала, сказала, я сделаю минусинское. И там купила. И я его все время сажаю. Вот оно постоянно выдает. Такой урожай хороший. Просто, просто очень хороший. Здесь все обобраны. Сделала семена. И с того томата, и с этого. Я считаю, что вот этот томат лучше. Урожай ненамного. А по вкусу они очень похожи. Просто одинаковые. Я думаю, может быть, это один и тот же сорт. И даже не стоит, наверное, и семена подразделять. Нет, я, конечно, подразделяю. Но думаю, что семена надо считать лучшими. Это вот это, бычье сердце. Я его пишу от Кругловой, потому что Круглова мне давала. Но оно, бычье сердце минусинское, это точно. А это дедушкиного петуха Крылышко. Друзья, я хочу по вкусу заострить внимание, что он мне до того понравился на вкус. Просто очень. Мне вот так сильно нравится по вкусу. Не все томаты. Ну, многие. Но вот так, чтобы очень. Вот он очень понравился. Хотя, знаете, я взяла уже семена. Хотя он вязал, вязал томаты. Ну, прямо внизу ни черта не было. Вот честное слово. А наверху уже у него были томаты хорошие и красные. С красных соспелых взяла семена. Но на вкус он замечательный. Вон там он еще красный висит. Это он. А вот еще он висит. Господи, да вот еще он тоже. Вот. Это все. Дедушкину петуха перышка. А теперь я подошла к такому томату, как эту аль малиновая. Здесь вот остаточки только такие. Но, друзья, он очень хороший. И урожайный. И фаршировочный. Мяконький. Так хорошо фаршировать. Разрезал пополам. Ложечкой убрал все внутренности. Сыром, с чесночком, с майонезом заполнил. Но вообще блюдо супер. Я его всем рекомендую. Хотя на кусте его почти уже нет. Но было много. Томат «Бычье сердце» от Маренковой. От Маренковой все томаты очень хорошие. Она просто отбирает, как мне сказали, отбирает томаты самые урожайные и самые вкусные. И оставляет в коллекции. А остальные даже и не оставляет. Ой, очень хорошие. А какие были огромные. Я делала обзоры. У меня есть в каталоге на фотографии. По-моему, на весах лежит. Вообще замечательный сорт. А рядышком то сорт корейский, длинноплодный. Вот еще много на нем томатов. Хотя томаты, говорю, уже тоже давно берем. Залезла повыше. Не знаю, вам видно или нет. Мне кажется, вам ничего не видно. Там лежит два таких красных больших плода. И вот сюда еще, как гирлянда, опустился. Вон там они лежат. Вон там. Вообще. Опустился, как гирлянда. Хороший сорт. Вкусный. Урожайный. Вообще замечательный. А на этом месте рос томат, сладкая жар птица. И все, уже плоды давно закончились. И я его вырвала и выбросила. Рядышком тоже сладкая жар птица. Но которую я сажала в прошлом году. Она вот такая вот красивая. Но совершенно как бы другая. Та красная, красная. А эта другая. Но эта более урожайная. Та менее урожайная. А эта вообще очень-очень урожайная. В общем, показываю как-то так, чтобы вам не видно. Сладкая жар птица. Это гномы. Но они растут в теплице. Они высокие. Бавринские. Очень урожайный сорт. Вкусный. И тоже взяла семена. Но уже на кусте-то и нет. А эта медвежья лапа. Тоже хочу сказать, что такой вкусный. Такой крупный. Вообще, я показывала и на лесах. Фотографировала, что очень крупный, урожайный. А у меня медвежья лапа тоже есть. Из магазина покупала томаты в свободной продаже. Семена. То есть, и они совершенно не такие. И на вкус, и весом. А эти замечательные. От коллекционера. Медвежья лапа. Вот всем рекомендую. Вот. А этот еще корейский сюда попал. Звездный истребитель. Вот знаете, сейчас увидела, что у меня так это режим подсветки был другой. И показываю вам. Простите меня, потому что плохо было видно. А сейчас вот нормально. Это восточный. Ой, звездный истребитель Вити-16. Вот такие вот плоды. Зеленые. Они уже спелые. Все мягкие. Очень вкусные. И их много. Вначале было-то и не очень много. Сейчас их много. Вот. Такие вот они. Плоды. Вкусные все. Но долго не хранятся. И я думаю, что это просто посадил один кустик, как я. Вот посмотрел, что за томат. И больше и не надо. Но вообще-то я все равно рекомендую. Томат интересный, вкусный, урожайный. Но долго не хранится. А это КАЗ-21. А к нему прилепился красный от Гансиоровских. То есть домашний сестца от Гансиоровских. Сейчас я смотрю, думаю, что же не такое. Разобралась, откуда идет ветвь. Вот это КАЗ-21. Семена тоже собираю. И от томатов от Гансиоровских красный тоже уже собрала. Урожайные очень. Особенно от Гансиоровских красные. Вкусные. Вот их точно всем рекомендую. И урожайные. А это Акватерми. Вот хотела выбросить кустик. Выдернуть и выбросить. Вообще совершенно ничего не было. А потом он завязал. Посмотрите, вот какие просто бомбочки висят. Ну, я не скажу, что особо много. Но томаты есть. И я, конечно, соберу с них семена. Я еще их не пробовала. Потому что они только сейчас начинают поспевать, друзья. На вкус не знаю. Но все их нахваливают. Падишах. Ой, ну замечательный сорт Падишах. И вкусный. А какой урожайный. Посмотрите, вот красный все снимали, снимали. Семена делали, ели. А посмотрите, еще сколько там зеленых. И таких уже крупных, которые мы снимем. И они у нас полежат. Видно, что они лёжкие. Они дозарятся. И мы их будем очень долго кушать. Это Падишах. Совсем забыла сказать о череповце. Это череповец. Вот этот лично кустик не удался. Но вот здесь рядом сидел череповец. Я всё лето вам его показывала. Ой, он какой загруженный до самого верха. Хороший. Крупные плоды. Вкусный. Набрала семян. Уж точно. Семян всем хватит. Сливка гурман. Тоже показывала. Какая она урожайная. Она буквально облепила весь куст. И до сих пор ещё есть на ней томаты. И они прям вон туда далеко идут. И есть, и есть, и есть. Очень урожайный томат. И главное, вкусный. И для консервации сгодится. Вон они какие, как откалиброванные. И для консервации хорош. И для салата вкусный. В общем, замечательный сорт. Это сливка гурман. И посмотрите, куда залезли ещё акватерма. Оказывается, да ничего, акватерма-то. И немало томатов. Вот. И вот сюда попали ещё томаты Вити-16. Тоже какой плодовитый куст. Вон там. И представляете, как он разросся, что дошёл вот до сих пор. Томаты хорошие. Томаты сландкарц. Которые я тоже не пробовала. Потому что они только начинают спеть. Тоже были, ну, просто, ну, никакие эти сландкарц. У меня два кустика. И оба были вот такие. Но сейчас-то, конечно, они наплодили. Ничего. Ну, и не скажу, чтобы они у меня в этом сезоне были очень урожайные. Хотя все-все их очень хвалят. Друзья, нужен ваш совет. Что это такое за заболевание? Это не фитофтора точно. И встречались у меня редко, конечно. Но ещё на некоторых кустах такая болячка встречалась. Но что это такое? Я даже не знаю. Не знаю, что за заболевание. Вот. Ещё хочу показать. Ну, вот, посмотрите. Ну, это ж что-то ненормально. А что такое? Не знаю. Надо разобраться. Ну, и минусинские шары. Вкусные, крупные и много. И поэтому вам сильно их рекламировать не буду. Минусинские шары. А это ночная свеча. Наконец-то я увидела её потенциал. А то тоже просто была в расстроенных чувствах. Возьму ли семена я с неё? Она никакая была. Не росла, не росла, не росла. Нет, она рано завязала томаты понизу. Мы их скушали, поспели рано. И потом всё замерла. И никаких томатов не было. И она всё стояла-стояла. И я думала, что ничего не будет. Но посмотрите, сколько томатов. И я рада, что я соберу семена. Уже собрала немножко, но совсем немножко. И жду, пока поспеют. Так как я собираю семена с куста, со спелых томатов. Самых крупных и хороших. Поэтому, друзья, хоть он и малосемянный сорт, но, думаю, с такого количества я всё-таки соберу семена. Ночная свеча. Кулак поддубного. Тоже сорт неплохой. Вкусный, урожайный. В свободной продаже покупала семена. У нас вообще хорошие семена в магазине. Можно купить. Хохлома. Вот хохлома-то себя показала плохо. Все пишут, что она такая урожайная. У меня была. Но не урожайная. Не знаю, дать ей ещё шанс. Или не давать даже. Не знаю. Не решила ещё. А это черри лазурная амброзия. Недавно делала я вам обзор на черри. Ну, нормальная. Очень урожайная. Посмотрите, сколько ещё наверху её. И она везде. Это амброзия. И он там. Как виноград. Вот просто как виноград. Столько её много. Поэтому черри достойные. И сладкие. И урожайные. Вот так. Пойдём, друзья, в следующую теплицу. Друзья, в этой теплице сортов, наверное, 8 новых. Новинок. Остальные просто я уже ранее сажала. Но семена закончились. И я хочу пополнить семенной фонд. Они такие классные. Их очень часто выписывают, заказывают. И поэтому вот я их решила посадить. Вот это после обеденных восторг. Посмотрите, какой это восторг. Это просто восторг. А не томат. Во-первых, очень вкусный. Очень вкусный. Во-вторых, урожайные. Там столько этих томатов. Вот ещё в зелёном виде. Вот, посмотрите, сколько их много. Они ещё, ну, не успевают поспеть, конечно. Не успевают. Ну, я снимала их много. Уже делала семена. И вот их ещё столько. Всем рекомендую. Очень хороший, урожайный, вкусный. После обеденный восторг. Бабушкина. Бабушкина вообще считается, что он самый высокоурожайный сорт из всех томатов. Это тоже бабушкина, как пишут, минусинский сорт. Очень-очень хороший. Вы не представляете, сколько я уже здесь собрала. Просто они были увешаны снизу доверху. Ну, молодцы. И ещё там вот есть наверху зелёные вот томаты. И там, ну, зелёных уже остаётся мало. Никак на послеобеденном восторге. Вот всем рекомендую бабушкина. Сажу второй раз. Ну, вот в этот второй раз, вот я посмотрела его весь потенциал. Первый раз, когда сажала, был хороший, урожайный. Мне казалось урожайный. Но я не понимала. Вот сейчас я вижу, что да, вот он действительно мега урожайный. А здесь мне присылали такой томат, как яблочко с носиком. Тоже взяла семена. Он, по-видимому, для улицы, детерминатный, очень урожайный, просто очень. И ранний, самый первый стал поспевать. Вот если кто хочет ранние томаты, это для них яблочко с носиком. В интернете этого названия не найдёте. Мне сказали, что это название, ну, как бы вымышленное, потерянное. Ну, он из рук в руки переходит этот сорт. Насчёт вкуса. Мне послевкусие не очень понравилось. Не очень. Но если судить по урожаю и по тому, какой он ранний, я его вам рекомендую. Ну, посмотрим лиски нос теперь в этой теплице. Здесь-то точно мы увидим весь его потенциал. А сколько же уже было снято плодов. Только кто ко мне приходит, просит помидор продать, я очень мало продаю, потому что беру семена. Я своим детям, я обязательно беру лиски нос, чтобы их порадовать, чтобы они покушали его. Вот он считается, да, самый вкусный томат. Из вкусных томатов. Один из вкусных томатов. И посмотрите, куда он ушёл. Этот лиски нос. И дальше. Вот. Очень урожайный в этом сезоне показал. Так же, как бабушкина. Даже не знала, что он такой, такой мега урожайный. Все пишут, но я у себя увидела только первый раз. И вот такой потенциал. Ну, молоток. Гном кайтитит. Он, конечно, хоть и гном, но он, посмотрите, высокий. И весь верх я у него обрезал. Он бы ещё бы выше был. Хотя пишут там 1,2 метра, 1,4. У меня там, наверное, все 2 было метра. Но посмотрите, какой он, какой он красивый. Бикалор. А какой вкусный. А какой крупный. Я так думаю, наверное, он один из самых крупных томатов. И посмотрите ещё, сколько много там зелёных томатов. Сколько зелёных томатов. Это я вам просто показываю, чтобы вы видели его потенциал, его урожай. Вообще молодец. Ой, сколько я сняла уже отсюда. Сколько сняла. Всем рекомендую. Сахарная Анастасия. Мой сегодня видеоролик, как бы видеокаталог. Вот так надо сказать. Сахарная Анастасия. Тоже хочу сказать, что она из самых вкусных томатов. И она урожайная. Ну, там уже, конечно, вот и мелкие плоды. И просто показываю, что она долго вяжет. Хотя с ней было не всё ладно. В самом начале тоже был урожай маленький. Потом она навязала плодов. Я уже собрала семена. Сахарная Анастасия. Вот всем рекомендую. Так, Беркли Тайдай Хаат. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Весь вот в полоску. В такую коричневый, шоколадную в полоску. Как показать-то так, чтобы вы увидели, что он, ну, просто супер. Он уже вот весь и куст высох. Я брала уже семена. Ещё возьму вот с этой большой помидорки. Но он вообще достойный томат. Сажай его второй раз. Дальше рядом у нас это царский подарок. Здесь я уже с этого подарка царского столько сняла томатов. Вот рядом кустик тоже вот ещё. Видите, такие зелёные. Здесь уже никаких красных нет. Потому что я всё рву, рву и рву. Всё беру, беру и беру. Дальше идёт у нас Чудо Алтая. Тоже, вот я бы тоже хотела на вкус обратить внимание. Но такие вкусные, сладкие, с кислинкой. Ну, всё, как мне нравится. Чтобы были не пресные, а насыщенный такой вкус. Вот Чудо Алтая. Такие томаты. И причём у них томатов-то и немало. В общем, я вам его рекомендую. Вкус отменный. Не зря его рекламируют. А это сибирский тигр розовый. Конечно, здесь уже томаты. Томатов мало осталось. И даже и спелых-то как бы показать, какой он. Какой он. Потому что я и вчера только оббирала здесь. Внук приходил. Ну, вот, хотя бы. Вот такой вот он. Сибирский тигр розовый. Ну, вкусный. И знаете, он такой плотный внутри. Ой, долго хранится. А вкус вообще самый вкусный, наверное, для нас. Особенно для моего внука. Всем рекомендую. Сибирский тигр розовый. А это Чудо Земли. Просто настоящее чудо. Сажу, чтобы взять семена. Я уже его сажала. Такой вкусный. Просто замечательный. Сладкий. Вот. Один тоже из моих любимчиков. Посмотрите, какие у него плоды. Огромные. Да разве это огромные? Огромные я уже сняла на семена. Ну, всем рекомендую. Чудо Земли. Смотрим с другой стороны. Дагестанские. Тоже сажаю второй раз, чтобы взять семена. Очень-очень вкусные. Урожайные. Хорошие. Так. Дальше у меня здесь идет. Тоже дагестанские. А это японка. Представляете, посадила, чтобы тоже взять семена. Она такая урожайная. Такая вкусная. Но у меня в этом сезоне вообще они так плохо росли. И вот все, что народилось на кустике. А один кустик вообще выбросила. Кто со мной на канале, видел, что у меня здесь, в этой теплице, особенно в этой половине, очень плохо росли томаты. Было, хоть выбрасывай. Ну, я рада, что я все-таки уже взяла маленько семян. И еще возьму. Японка. А это бордовый. Мега урожайный. Вкусный. Такого шоколадного цвета. Да не шоколадного, а бордового. Когда он поспевает, он просто бордовый. Ну, хороший, хороший томат. Очень урожайный. Это все остатки. На самом деле, он намного выглядит урожайнее. Всем рекомендую. Вот его точно. Всем рекомендую. Сердце Ашхабада тоже сажаю, чтобы взять семена. Уже взяла. Он малосеменной, но удалось взять семян с больших, хороших томатов. А это восхитительная ханта. Она действительно восхитительная. Вкус отменный. Урожайный. На этой, говорю, стороне плохо росли. И то он выдал томаты. Я же ведь уже собирала на семена. Много томатов ели. Вот восхитительная ханта. Точно всем рекомендую. А это козула 186. Показываю вам ее. В зелени ни разу ее и не пробовала. Она даже еще и не покраснела. Тоже хотела выбросить. Ничего не росла. Теперь она, посмотрите, какие крупные у нее томаты. Просто крупнющие. Там, наверное, грамм по 500. Вот. И немало, посмотрите. И немало. Но, ну вот так она поздно стала расти. Сидела, сидела. Ну и слава богу, хоть растет. Может успеет поспеть. Если успеет, возьму семена. Вообще томат очень замечательный. Козула 186. У меня козула очень много. Наверное, сортов 20. И все они очень вкусные. Смотрите, каталог в Одноклассниках. Оставлю ссылку. А это тоже гном. Только называется от Брэд Гейтса. Вот. Такой томат. Он не очень крупный. Плодики такие. Средненькие, маленькие. Но он очень сладкий, как конфетки. Вот этот вот плод вроде бы покрупнее. А в основном все вот такие вот плодики. Вот такие вот. Очень вкусные. И посмотрите. Урожайный. Урожайный. Если до сих пор есть томаты, которые я уже давно беру, семян наделала на всю деревню, главное, он вкусный. Вот рядышком тоже. Кустик его. Здесь поменьше их. И они помельче. Но тоже весь давно объеденный. Вот такой обобранный. Вот такой Брэд Гейтс. А это польская слива. Тетушки сварла. Посадила ее, чтобы взять семена. Не было семян. Она вообще тоже сидела. Сидела на этой стороне. Здесь вообще ничего не росло. Вот второй кустик. У меня их два. И здесь поспевают. Слава Богу, поспеют. Посмотрите, какие огромные. Я уже сажала, говорю, в предыдущем сезоне. Ну, ладно. Хоть народил, наплодил, я возьму семян уж точно. Это польская слива тетушки сварла. Косово. Тоже особое внимание хочу на него обратить. Для меня он самый вкусный томат. До того вкусный. Уже взяла семена. Тоже сажаю его повторно, чтобы взять семян. Очень вкусный. Красный был, спелый. Я уже, говорю, набрала семян. И вот это остатки. А это алсу. Тоже для сбора семян. Взяла уже семена самых крупных спелых томатов. Алсу. А это у нас сенсей, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, сенсей. Правильно. Это сенсей. Тоже взяла, посадила для сбора семян. Вкусный, урожайный. Семена закончились. Золото Востока. Замечательный томат. Вкуснючий. Вот такие вот сливки прям продолговатые. Тоже уже взяла семена с лучших томатов. Ну, замечательный сорт. Рядом детерминатный сорт. Это мини-гольд. Вот такие черри. Все усыпные. Усыпные. Было, конечно, еще и больше. Усыпные. С этой стороны. Вот так вот, если обойти. Со всех сторон. Очень-очень урожайный сорт. Лето бы подольше. Он еще бы наплодил больше. Потенциал у него вот есть. И там даже дальше я, конечно, все обрезала. У меня, видите, как все здесь в теплице. Все обрезано. Все помидоры уже короткие, маленькие. И вот так вот. Ну, и последний томат. Это черри полудетерминатная. Черри манпансье. Оно вот такими вот большими веерными кистями растет. Большущими. Тоже, видите, не успевает поспевать. Потому что вообще здесь ничего не росло. Здесь был фляшин. Я его выбросила. Вырвала и выбросила. Посадила вот этот томат. А он тоже сидел. Совершенно сидел. Не хотел расти. Потом как стартанул. И все-таки я хотя бы увидела его потенциал. А потенциал у него огромнейший. Вот, друзья. Сажайте такие черри манпансье. И точно будете с такими конфетками. Вкусные, урожайные. Всем рекомендую. Вот так, друзья, закончился мой видеокаталог. Если есть у кого-то желание, выписывайте. Со мной очень легко работать. Я вас, конечно, не зазываю. У меня есть клиенты, я просто говорю. Клиенты мои уже, да подписчики и зрители в основном возрастные. А им тяжело выписывать через электронную почту. Поверьте, не все в этом подкованы. И не все владеют этим. А у меня просто. Написал в WhatsApp или в Одноклассниках сообщение. Точный свой адрес. Перечислил, какие сорта. Я оплатил по карте, который, по телефону, который привязан к Сбербанку. И сразу же на второй день я отправляю. Только слышу одни спасибо и благодарности за свои семена. И за ту работу, которую я проделываю. И очень быстро посылаю томаты. Все в конце ролика, в описании, то есть под роликом, я напишу. А и даже закреплю потом в комментарии под видео. Все свои условия. Оставлю номер телефона, ссылку на Одноклассники. До свидания, друзья. С вами была я, Наталья Гелезудинова. Оставайтесь со мной на канале. Кто не подписался, подписываемся. Ставим лайки. И всего вам доброго и мирного неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok